Побрился с утра, красоту наводит. Доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Да, мажется кремчиком, чтобы всё было отлично, да? Да, чтобы кожа была молодой. Вот так вот. Ну, а я иду на улицу. Все проснулись, кто молоко пьёт, кто там корм подоедал уже. Доброе утро, Чижик! И соседский орёт. Ну, заходи, дорогой, заходи. Все кричат, все кукарекают. Ну, давай, получи. На, на, на. Да не ори. Ешь! Не бойся. Чижик, мы не будем его трогать, пусть ест. Да? Конечно. Видишь, а ты боялся. Не бойся, ешь. Чижик решил молоко допить, то, что кошка не допила, чтобы добро не пропадало. А кошка корм доедает, тот, что Чижик не доел. Вот так и живём дружно. Маргарита уже позавтракала и готовится к занятиям. Да, Маргарита, у тебя дополнительное сегодня? Да. По английскому? Да. Всё, так что готовься. Доброе утро, друзья. Всем доброе утро. Мы вот вышли с Сашей на улицу. Знаете, у нас сегодня всю ночь шёл дождь. Всю ночь. Причём такой обильный, правда? Такой только чуть-чуть затихнет. Опять начинает. Только затихнет опять. В общем, ужас такой сегодня был. Ночной ливень просто. Ну и вышли мы. Я уже в тёпленьком халатике. Но, я вам скажу, не холодно. Правда, Саша? Вообще тепло. Я думала, после дождя уже будет холодно. Но тепло. Цветы цветут. И тут, в общем, в общем, лето у нас продолжается, несмотря на дождь. Какой-то он не осенний, а скорее летний. Вот так. Так что, так что вот такая красота. Но небо у нас серое, я вам скажу. Небо серое. И вполне возможно, наверное, Саша, что будет ещё дождь. Как ты думаешь? Да. Скорее всего, что будет дождь. Вот так. А наша Даная, где бы вы думали, конечно, в моём кресле. На тёпленькой подстилочке дремает. Красотка. Она уже поела и дремает. Кошка поняла, что мы пришли. И нужно освободить моё кресло. Потому что Сашина-то свободно. А моё было занято. Так что пошла гулять наша. Наша Даная. В общем, внучка наша тоже проснулась. И я её уже покормила завтраком. И, конечно же, она готовится к урокам. Потому что сейчас выходные. Она к нам на выходных приехала. И на выходных у неё тоже дополнительные занятия. В общем, не только в будни и выходные тоже приходится наверстывать. Потому что уже вот два года пандемии. И вот этот вот год вообще с занятиями туго-туго. Я не знаю, к чему наши дети придут. И что это их ждёт. И какие знания. Поэтому, конечно, родители сознательные делают всё, чтобы дети каждый день упражнялись. У неё сегодня английский, по-моему. Вчера была дополнительная математика. А потом уроки на понедельник. В общем, вот так вот проходят у детей выходные. Ну, а мы сейчас будем завтракать. Пить кофе. А потом я буду готовить сегодня такой супчик-бульончик куриный. Потому что маргарита у нас то не ест, это не ест. В общем, такая, знаете, переборчивая. Вот. И поэтому на обед будет супчик. Так, чтобы лук жареный не плавал. Так, чтобы ещё там чего-то не было. В общем, будем делать всё. Бабушка, конечно, будет стараться готовить. Так, чтобы всё понравилось, всё подошло. Вот на это. Для этого у нас внуки, чтобы мы их баловали. Ну что, пойдём посмотрим, как нам дождь полил наши цветочки. Сейчас пойдём проверим. Кстати, сирена воет, если слышите. Ну, а я показываю цветочки вот такие. У нас здесь палитые. Это, по-моему, ночная красавица называется. Цветочки цветут. Розы тоже. Кошка уже решила кого-то поймать тихонечко по влажной траве. Не любит она, когда лапки мокрые. Ну, а здесь у меня тоже цветочки. Вот это, кстати, табак. Он очень красиво цветёт. Вот, там вот у меня ещё один с той стороны. Ну, а здесь тоже и ночная красавица. Потом вот эти вот, которые вьются. Вот. А там герань цветёт красненьким. Ну, а здесь, надеюсь, будут такие хризантемки. Тут их у меня немного. Там какие-то ещё. В общем, в общем, понемножечку всё пока что ещё цветёт. Пока тёплая-тёплая осень. Виноград вот у нас уже почти созрел. Такие огромные гроны. Ну, после дождя они все такие в капельках мокрые. Ну, а там помидоры. Саша уже снял тенты. Уже солнце не печёт. Вот. И уже остатки помидор. Там ещё кое-где краснеют. А там дальше тыковки. Вот так. Тут дождь, я вам скажу, хорошо. Всё позаливал. Земля прям распухла. Распухла от дождя. Ну, и где-то сквозь тучки начинает пробиваться солнце. Так что у нас даже после дождя тепло продолжается. Нашла тёпленькое сухое местечко. Примостилась. Тайчижик тоже. Все расслабляются. Тепло сейчас после дождичка. Хорошо стало. И небо немножко выясняется. Ну что, а я приступаю варить супчик-бульончик. Кастрюлю поставила. И всё уже приготовила. Моя курятина. Картошку начистила. Лук-морковку. И вот такие спагетти. Поломаю на кусочки. И будет у нас сегодня супчик такой лёгкий. А ещё чего здесь не хватает? Петрушки. Сейчас пойду на улицу. Сорву петрушечки. Потому что вдруг пойдёт дождь. Поэтому сейчас. Хорошо, что она у меня с краю. И не нужно идти по грязи. Потому что здесь такая влажная земля. Ну, можно вот так нащипать с краешку. А петрушечка такая хорошая. Сочная. Ах, отлично. Вот такой пучочек получился. В общем, закидываю. Закидываю нашу курятину. Кто-то тут качается. Кто-то тут качается. Ай-яй-яй. Красотка балованная. Конечно, если там выглянуло солнце. Ещё недавно было серо. После дождя. То сейчас посмотрите, какая красота. Солнце вовсю. Только посмотрите. Не прошло и 15 минут, пока я там ставила суп. А тут уже вот такое вот прекрасное солнце. Вот так в Одессе меняется погода. Вот такая красота. А тем временем у меня уже тут пенка собралась. Собираем пенку. Временем курятина наша уже почти сварилась. Закидываю картошечку с морковочкой. И уже могу посолить. Ну что, уже проварилась картошечка с морковью. И сейчас закидываю эти вот макароны. Я их вот так вот на мелкие ломаю. Вот так вот. И всё. Поломала, чтобы они не были сильно длинные. Чтобы не пришлось потом на ложку наматывать, когда будем кушать суп. Ну а ещё, знаете что? В конце, конечно же, я бросаю мелко нарезанный лук и мелко натертую морковь. Для того, чтобы бульончик был жёлтеньким-жёлтеньким. Потому что я люблю и крупные кусочки морковки, но они не дают желаемый цвет. Поэтому вот так вот закидываю морковь. Мелко натертую. И бульончик сразу становится красивым, жёлтеньким-жёлтеньким. Ну и через какое-то время можно закинуть лавровый лист и петрушку. Но это уже в конце. Ну что, лаврушку закинем. Пусть даёт аромат. И через минут пять петрушку. Саша тем временем наводит порядок. После дождя тут насыпались листья, лепестки. Вот. Так что наводим порядок. А у меня уже тут бульон, можно сказать, сварился. Конечно, последний штрих петрушка. И супчик приобретает такую красоту. Я вам сейчас покажу. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая прелесть. Красивый, ароматный. Закрываю. И через пару минут выключаю. Обед у нас готов. Ну а мне становится жарко. На улице смотрю, уже солнце хорошо пригрело. Нужно переодеться. А здесь просто сплошное лето. И, конечно же, конечно, обед, жара. А я иду кормить Маргариту, потому что скоро за ней приедут родители. К сожалению, выходные заканчиваются. И теперь будем ждать, когда она к нам приедет в следующий раз. Ну, Маргарита уже обедает. Потому что родители скоро приедут. Приятного аппетита. Вкусный суп бабушка сварила. Вкусный. Хорошо, кушай. И сейчас домой. Маргарита, пока. Пока-пока. Все. До новых встреч, девочки. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok